МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зараз на его территории, где активная забудова, возводятся новые шмат поверховые дамы. Недохоп медицинских установ для обслугования насильства уже отшивается. Особливо актуальна эта проблема в 94-м, 96-м и 106-м микрорайонах. На выездном посажении депутаты Гарсовета разом с медиками обмерковать шляхи по ляпшине становиша. Для того, как же храм Новобелевского района не приходилось за медицинской допомогой звертаться во установы, размешанные далеко от места проживания, пропонуется пошук новых помешканев. До приклада выкористовывать у якости поликлиник свободные площадь предприемства альбо интерната. Иснуют и инши варианты. Как временный вариант, это во всех микрорайонах такое было в 80-е годы в Волотове. В трехкомнатной квартире существовала поликлиника детская очень долго. Но надо найти вариант вплоть до того, что возможно на первом этаже временно частник какой-то квартиры, который построил, сдаст в аренду под конкретные такие цели. И этот вариант надо посмотреть, посчитать, насколько он удобно варим. Максимность реализации на практице пропону, которые были огучены, сейчас разглядываются на посажении городского совета депутатов. Литерально у этой хвилины завершается по финалу областного конкурса «Юная телезорка». Серо тудельников масштабного телекастинга – 84 переможцы областного отборочного туру. Творческие баталии разгорнулись на сцене Гомельского областного драматичного театра. Нагадаем, первый этап конкурса начался 1-го лютого и завершился на проконце красавика. Каля 500 школьников в возрасте от 10 до 15 годов проняли у иму дел. Кастинги прошли во усих районах Гомельской области. Дети споборничали в мастатстве красомолства, демонстровали свои таленты, вокальные сдольности и умение триматься на сцене. Шанс выйти в финал отримают 25 человек. Именыш абсолютных переможцев журы вызнашать 20 червеня. У якости галунга-прыза они отримают шанс стать ведущими детяшей и забавляльной программы на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Конкурс подобного рода мы проводим впервые. Это у нас, скажем так, кровная ласточка. Надеюсь, что все получится. И самое главное, я очень надеюсь, что после проведения этого конкурса мы не ограничимся и потом мы выйдем на создание новых интересных телепрограмм, предназначенных для детей и для юношества. Любые творческие конкурсы для школьников – это очень важно, потому что именно в детстве формируются те профессиональные будущие качества, которые выбирает сегодня сам ребенок. Разгорнутый сюжет, а потом, как завершится полфинал конкурса «Юная телезорка», глядите в наших наступных выпусках. Уникальную максимальность провести фантастичную ночь у музея Палацево-паркового ансамбля отримали Гомельшане. Культурная программа под такой интригующей назвой была распроцована в рамках международной акции «Ночь музеев». У Палацу Румянцевых и Паскевича у подмероприемцев были заденнешены усе залы. Тут працавали цикавые тематичные экспозиции, проводились рухомые гульни, конкурсы и квесты. Ладзилася яскравая концертная программа. Про то, и чим уразила Гомельшан фантастичная ночь у Гомельским Палацево-парковом ансамбле – репортаж Вероники Ворошилиной. Супрационники Гомельского Палацево-паркового ансамбля зауседы мкнутся з'являть своих наведовольников цикавыми и неординарными выставочными проектами. Всю летняя программа международной акции «Ночу музеев» так само не стала выключением. На этот раз гостям фантастичной ночи пропоновали окунуться в атмосферу темничести и загадковости, легенд, мифа, магии и фэнтези. Мы с детства читали легенды и мифы. Многие дети сейчас с детства смотрят фантастические фильмы, увлекаются фантастическими романами. И вот мы попытались это воссоздать, начиная с постоянной экспозиции, где мифологические персонажи прямо, так сказать, на часах. Вот тут Венера, вот тут Галатея. И продолжая теми предметами, которые есть в наших фондах. У одной из музейных залов у вазина-ведовольников были представлены герои народных белорусских казок – волкалаки, домовики, русалки и иншие сакральные персонажи. Каб застерахчись обеады, их усежедаючие, разом с упрацовниками музея, могли самостоянно зарабить обеарых для дома и семьи – Божая Вока. А на специальных информационных табличках прачитать парады у приватности, як выратываться от лешага и застаться живым после встречи с русалкой, або як пасебравать домовым. Гэта народная мудрость, назапашенная стагодзями. Даже по экспозиции мы видим, что у нас на столе лежит кусочек хлеба и немножечко сахара, потому что домовики любят сладкое. И некоторые из наших жительниц Дзеревея, они говорят, что даже ставят варенье на ночь, для того, чтобы их домовичок немножечко мог подкрепиться. Так само все жадающие смогли наведать специальный покой помеж мирами, где отбывались контакты с духами, ики сопроводжались индивидуальными предсказаниями. Фантастичная ночь у Палац Румянцевых и Паскевича была насыщена не только цикавыми тематичными экспозициями. Тут проводились рухомые гульни, конкурсы и квесты. Были организованы фотозоны. Тематичный диапазон мероприемства включил себе мифы стражитной Греции, середневечные легенды, а так само сучасные фантастичные саги, такие как Гары Поттер и Гульня Простолов. Для тех, кто считает, что фэнтези – это детские сказочки, добро пожаловать в Игру Престолов, одно из самых брутальных средневековых фэнтези современности и один из самых высокобюджетных сериалов. Здесь вы можете полюбоваться на настоящих рыцарей в латах, подержать в руке меч и щит, почувствовать себя защитником Вестероса и, конечно же, примерить на себя железный трон этого замечательного королевства, из-за которого, собственно, разгорелась вся эта история, которая в настоящее время мстилась в шесть сезонов сериала. «Фантастичная ночь» означалась и оригинальной концертной программой. Тут гучали шотландские мелодии и барабанные ритмы. Было организовано светловое шоу и баль кветок. «Фантастичная ночь» упала с Румянцевых и Паскевича, отрималась и саправды масштабной и запоминальной. Тут каждый наведывальник смог стать богатее у ведах и уражениях. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадоя компания «Гомель». Я в спорте. Ганбольный клуб «Гомель» пропонял шматгадовую гегемонию БНТУ «Белас» уже ночью в чемпионате Беларуси. Ганболистские со столичного региона не соступали никому золотые медали, починающие с 2009 года. Гомельчанки два сезона запор займали другое место. И вот долгошеканная перемога. Медали и кубок новоспешные чемпионки отримали перед родными трибунами. На историческом для гомельского ганбола матче побывал Максим Савин. Областный центр финальной серии до трех перемог переехала при Лику 2-1 на корысть Гомеля. На старте гульни болельщикам довелося похваляться. Шарах помылок, неуполненная гульня у атации и до середины стартовой половы гостя Виолим 5-1. И вот тут мандраж с Шоу. В этом посприяла и добрая гульня на опошнем рубеже Валентины Кумпель. Рывок 4-0 и лик уже ровный. Далее гульня ишла мяч у мяч. Гомельчанки не раз догоняли соперника, однако выисти на перед не отрымливалося. На перапына команды пайшли при Лику 10-9 на корысть БНТУ. До середины другой половы картина гульни не изменялась. На 46-й хвилине Диана Ильина у першыню вывела госпадынь на перед 16-15. Далее догоняли уже гости. Кропку за 26 секунд до финальной сирены поставила Диана Ильина. Реализовавши штрафный кидок, она зняла усе пытания переможцам. У застал 66 минчанки закинули, однако это уже ничего не выращало. Перамога зликом 22-20. Гомелю першыню стал шампионом Беларуси. Это очень потрясающе. Мы безумно рады. Это было нашей целью. У нас стояли задачи выиграть все три кубка. Кубок Беларуси, Балтийский либовый чемпионат. И мы выполнили все три пункта. Поздравляю всем девушкам, которые выздоровели. Просто на всех тренировках было очень мощно. За них работали. Все всегда ругались, смеялись. Но всегда надо быть и руганее, и смеяться. Но все равно молодцы. Мушинская команда гандбольного клуба «Гомель» так само завершила сезон на мажорной ноте. Гомельшане стали уладальниками бронзовых медалей в шампионату. У серой за третье место яны зликом 3-0 обыграли Гродинский кроном. Для «Гомеля» это третья бронза «Запар». Радуюсь, что в этом сезоне команда прибавила. Команда сделала большой шаг вперед. Это было заметно по играм со СКА, по играм с Брестом. Поэтому даже с командами Гродно Машека достаточно уверенно играли. И за счет этих игр, наверное, мы подтянули все-таки к концу сезона наш второй состав. Вогуле опошние три сезона, и пьедыстав Мушинского чемпионата не изменяется. Золото знов у БГК. СКА на другим местом. Максим Савин, Евген Макенко, телерадио компания «Гомель». Гэта и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресі www.ceveragomil.by А гэта выпуска завершены. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усього доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова